Доброе утро, дорогие партнёры. Сегодня у нас с вами первая встреча, можно сказать, в этом новом году. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно, видно, и начнём. Отлично. Значит, сами понимаете, сегодня мы поговорим именно про открытие офиса. Ну, конечно, всё, что касается для Беларуси, кратце. Затем о развитии своего офиса, увеличении товарооборота, с какой целью он открывается. Поэтому, если у вас у кого-то есть такое желание, но есть сомнения, жду ваши вопросики. На все постараюсь ответить. Мало ли, может, какую тему я упустила, поэтому тоже отвечу. Смотрю, собираются девчонки. Будем начинать, чтобы не задерживаться. Ну, как вы знаете, что у нас бизнес в интернете есть на земле тоже. Мы раньше так работали. И если кто не в курсе, все мои лидеры, почти уже все, конечно, моя структура растёт, развивается. Но самые первые мои лидеры, которые со мной очень много лет, все они пришли, можно сказать, с земли. Все они мой тёплый круг, которые посмотрели на меня и сказали, «Я тоже хочу работать, как я». Значит, офис у меня уже, можно сказать, с самого начала. Я в компании зарегистрирована с 2011 года. В этом году буду праздновать десятилетие, можно сказать. И на следующий же год я открыла офис, поэтому с 2012 года я владелец офиса. Сейчас нахожусь в звании закрытом старший директор, открытый серебряный директор. Когда открывала свой офис, который у нас называется пункт выдачи, у меня было 460 баллов. Сейчас ОЛГ у меня 7000 баллов. Ну, конечно, это всё варьируется, может быть больше, может быть меньше. И так как я серебряный директор, то есть у меня две директорских веточки, то групповой объём от 13000 варьируется до 15000. Как видите, отрыв от моих директоров у меня хороший. Это всё из-за того, что, во-первых, тёплый круг у меня зарегистрирован полностью весь. И, конечно, раньше мы работали только, как говорится, ромашкой, потому что регистрировали только первую линию. Поэтому за эти все годы, конечно, отрыв у меня личная группа очень хорошая. Поначалу, когда мне только Оксана начала говорить, чтобы я открывала офис, потому что город у нас маленький, только шло развитие региона, офиса не было, и все вы знаете, что Оксана тоже у нас была держателем офиса, который она передала. Конечно, она высылала мне заказы. И я очень хорошо помню, что и у меня были хорошие заказы, и у девчонок моих были хорошие заказы. И, конечно, это всё высылалось через почту. И когда мы получили, вот точно не припомню, или семь, или девять огромных коробок, мы это всё дело получали на почте, там же вскрывали, там же разбирали. Я тогда уже решила, нет, надо открывать офис, потому что, ну, и по деньгам, сами понимаете, почтовые услуги всё-таки, чем больше посылка, тем больше людям нужно платить. И начала сразу искать аренду, но у нас в городе с арендой были проблемы. В принципе, они есть и сейчас. И тогда я уже узнала, что можно открывать офис на дому. Это будет категория агент, про которую я вам чуть позже расскажу. И благо я работала учителем, все вы знаете, то есть где-то до обеда я занята, а дальше я свободна. И тоже в который раз убеждаю, что всё всегда складывается так, как нужно, потому что так получилось, что даже в то время у меня, когда муж работал в строительной организации, мы живём в новом микрорайоне, в новых кооперативах, и как раз получилось, что в то время он работал на новом кооперативе, накрывали крышу. И очень часто он получал заказы, потому что я могла ещё не приехать, так что было и такое. Затем от меня ДТП надобилось 3 месяца, чтобы найти аренду. Но, конечно, чтобы и открыть категорию агент, нужно всю документацию привести в порядок, то есть не так, что я захотела открыть, и всё, пожалуйста, возить мне. Тогда у нас эта категория называлась ПВП пункт выдачи продукта, и сейчас просто ПВП пункт выдачи. И я почти сразу, это тоже расскажу, почти сразу выполнила те условия, именно по открытию офиса, которые можно для ЦОКа. ЦОК – это центр обслуживания консультантов. Но было одно «но», что ЦОК может содержать только директор компании. И так как я ещё не была директором, поэтому, конечно, да, я была сначала на втором уровне, это пункт выдачи. Ну и, как сами видите, через 5 лет после того, как я пробыла в одном месте, в одном помещении, мне наш арендодатель предложил совершенно другое помещение, то есть у нас же во дворе было сделано специально для меня помещение. С тех пор я там и нахожусь. Цель открытия офиса всегда – это, конечно, развитие не просто своего региона, а именно своей структуры личной группы, чтобы у вас была и своя личная группа, и отрыв, и, конечно, чтобы у вас были лидеры в вашем регионе, чтобы вы могли спокойно встречаться, проводить фотосессии. И сами понимаете, что когда именно личное общение идёт с лидерами, это совершенно другой результат, чем когда, ладно, если у нас, как говорится, страна маленькая, мы можем встретиться, если захотим всегда. Главное – желание. А если, допустим, Россия – страна большая, как мы встречались? Один раз в год в Москве хорошо, что встречались. В этом году, видите, даже не получилось встретиться. Поэтому, ещё раз повторюсь, цель первая, что самое важное – это именно своего региона развития, своей структуры личного бренда, где будут проходить встречи с партнёрами, мастер-классы, обучение. Ну, сейчас у нас для обучения есть вебинарная комната, есть Zoom, а тогда у нас такого ничего не было. Ну и, конечно, это прямое сотрудничество с компанией, с дочерним предприятием. И, конечно, если вы будете работать как полагается, не нарушать определённые требования компании, конечно, вы будете на самом деле уважаемым человеком, которым будет прислушиваться, и вы все знаете, что как у нас ценят директоров, особенно уже драгоценных директоров. ознакомиться с тем, какие нужны документы, как это всё проходит, можно в личном кабинете. На основной страничке снизу есть вот партнёрство, пункты выдачи и так далее. Там это всё можно узнать. Если задаться целью, сразу говорю, все документы можно собрать за день, даже не за целый день, а за пару часов. Ну и, конечно, для начала вам нужно подать заявление на открытие новой директории город. Если это большой город, то вы должны быть отдалены от тех офисов, которые есть, то есть это не так, что вы где-то обслуживаетесь, офис у вас возле дома, но вам не нравится тот офис, ай, давай-ка я там через три дома открою по соседству. Нет, конечно. Во-первых, вам не даст дочернее предприятие это сделать, во-вторых, в принципе, и невыгодно, потому что пока вы будете заниматься развитием вашего офиса, уйдёт очень много времени, и плюс вы же совершенно новый человек, а, как я всегда девочкам говорю, вот вы, когда оформляете заказ, у вас же автоматический заказ попадает на пункт выдачи. Почему? Потому что у вас он сохранён по умолчанию. Точно так и у всех других консультантов. Поэтому, чтобы о вас узнать, вам нужно сделать, можно сказать, огромные, приложить огромные усилия. Дальше, ксерокопия паспорта, ну, это понятное дело. Затем заявление на использование товарного знака, это ничего страшного, это вся информация, все заявления есть на сайте, просто распечатали, подписали, вписали и отправили. Два бизнес-плана, хозяйственные, развитие структуры. Здесь вам помогают эти бизнес-планы заполнить ваши гаранты. Гарантами у вас будут ваши директора, то есть вы сами по себе открыть не можете, то есть за вас кто-то должен поручиться. Даже если вы в открытом звании директор или же закрытом, всё равно у вас должен быть гарант. Дальше, копия свидетельства индивидуального предпринимателя, тоже это всё открывается очень быстро. Копия расчётного счёта в банке, выбираете банк, которым хотите обслуживаться. Ну и копия договора аренды. То есть документы можно собрать за один день, а вот заранее, конечно, нужно найти аренду. Об этом мы тоже с вами поговорим. Вот как выглядит эта информация в личном кабинете. Здесь я останавливаться сильно не буду. То есть здесь вы можете ознакомиться, скачать те документы, которые я говорила, скачиваем, распечатываем, заполняем и затем отправляем. Ну и отправлять заявление, как я уже говорила, вот заявление на открытие ПВ-директории город. Нужно нашим региональным менеджерам, опять же, я говорю, всё, что касается Белоруссии. У вас в личном кабинете, если вы из другой страны, тоже, я думаю, будет такая информация. Снизу вы видите написанной, какая область закреплена, за каким менеджером и их электронная почта. То есть всё-всё-всё, сами понимаете, работает, делается через интернет. То есть всё делается быстро, и наши менеджеры отвечают быстро. Ну и сейчас более подробно, так кратенько поговорим про категории офиса. То, что я говорила, что сначала я открыла категорию агент. Категория агент, как я уже сказала, то есть у вас должно быть всё-всё-всё оформлено, у вас должен быть договор с дочерним предприятием, всё должно быть у вас на руках, но просто открывают вас на дому. Здесь есть только одно условие, что вы можете обслуживать только свою структуру, а уже чужую структуру вы можете отказать, если захотите. Конечно, я таким не занималась, потому что у меня была цель развития моего города, так что, когда я открыла категорию агент, я обслуживала все структуры. Конечно, немного было консультантов на то время, но чтобы вас не обмануть, до 10 человек с чужих структур уже на то время, когда я открывала, были с некоторыми из них, мы встречались на почте, то есть им тоже высылали заказы. Ну и, конечно, нас город маленький, как говорится, все друг друга знают, поэтому как только я открыла категорию агент, некоторым из них позвонила, я говорю, что можешь не получать посылки через почту, а можешь забирать у меня. Здесь, как вы видите, вознаграждение 0,5, то есть совсем чуть-чуть. Конечно, когда вы будете начинать, у вас и оборот будет совершенно маленький, и плюс 0,5 от товара оборота это совершенно ничего, но с другой стороны, вы же не платите аренду. Ну и плюс, так как у вас доход будет маленький в категории агент, и налог вы с офиса тоже будете платить мало, потому что это, как говорится, ни о чем. Здесь очень хорошо, у кого, допустим, большие структуры в своем городе, вот именно открывать категорию агент можно для своих структур, но, сами понимаете, документация та же самая, то есть отчеты те же самые, конечно, это не значит, что к вам люди будут ходить в любое время дня и ночи, нет, вы сами утверждаете график работы, вот, допустим, там, два раза в неделю, то есть когда вам привозят заказы, вы в те дни можете выдавать, можете выдавать на следующие дни, допустим, там, к примеру, там, с шести вечера, там, до девяти или до восьми, ну, здесь в чем и суть, в чем мне и нравится система, что мы сами устанавливаем график работы, даже если у нас график работы будет два часа, даже если график работы будет три часа, мне так удобно, по-другому я не могу, а уже люди под тебя подстраиваются, ну, это, конечно, если вы просто хотите выдавать заказы, если вы же хотите развиваться, если вы хотите расширять свою структуру, конечно, нужно работать немного побольше, об этом мы тоже поговорим, но не более трех-четырех раз в неделю, то есть там каждый день работать не обязательно. Затем, то, что я говорила, когда я нашла аренду, я открыла пункт выдачи продукты, ПВ, здесь уже компания вам платит 3% от товарооборота, сами понимаете, чем больше товарооборот, тем больше вам будет оплачивать компания. Но здесь уже вы не имеете права отказать в обслуживании чужим консультантам, то есть вы обязаны выдавать оплаченные заказы всем, кто делает к вам заказы. Дальше есть условия по квадратам, по-моему, до 10 квадратов. Также идет, ну, выход в интернет, понятное дело, нужен, но идет витрина, может быть, может не быть, вывеска, может быть, может не быть. Ну, если еще с вывеской, ну, каждый решает по-своему, например, витрина, сами понимаете, в принципе, должна быть, потому что у вас должны быть тестеры и парфюмерии, это 100%, различные образцы тех же гелей, кремиков для рук, дезодорантов, пробники, помад, то есть, ну, это уже логически, для чего тогда открывать офис для развития, если у тебя, в принципе, ничего нет, ну и, конечно, различные брошюры. А вот уже центр обслуживания продукции, то, что я говорила, значит, кроме того, что у вас обязательно должна быть витрина, у вас обязательно должна быть вывеска, у вас обязательно должно быть отдельное место выдачи продукции, где находится продукция, то есть, стеллажи, и плюс здесь уже от 15 и выше квадрата, то есть, здесь уже идет именно и условия по квадратуре, и график работы, вот точно не помню, или 20, или 25 часов, то есть, не меньше, здесь уже не прокатит то, что у меня офис работает там два раза в неделю по два часа, нет, здесь уже ни в коем случае не получится, потому что у вас и совершенно другая категория, и вам платят уже 4%, ну и представительство, это уже сами понимаете, все на высшем уровне, и квадраты по офису, точно не помню, потому что у меня не представительство, но квадраты, по-моему, от 20 или 25, и отдельно должно быть и обучение, и примерочные, и выдача, и вот где там владелец, допустим, находится, то есть, здесь уже должно быть на высшем уровне, точно говорить не могу, но у нас в Беларуси вот именно, что категория 5% представительства, буквально пару штук, если кто-то помнит, можете мне написать, но я знаю, наверное, Минск, Слуцк, может, в Гомеле еще есть, то есть, как бы, мало таких вот у нас категорий. Поначалу, если вы хотите открыть офис, первое, что вам нужно делать, как говорится, на ошибках учиться, именно выбрать место для офиса. То есть, мало того, что я хочу иметь свой офис, нет, нужно выбрать место, чтобы оно было проходимое. Конечно, если вы уже не первая, самые хорошие могут быть места заняты, очень хорошо открывать в новых микрорайонах, потому что микрорайон новый, он растет, там открываются различные и магазинчики, и, конечно, там будет жить молодежь, но, например, если у нас, здесь, допустим, в нашем микрорайоне, открывать даже не вижу смысла, потому что, во-первых, город маленький, во-вторых, ну, даже нету места, где, то есть, нужно отдельно что-то где-то строить, и плюс, еще раз повторюсь, город маленький, все равно все люди работают в центре города, поэтому, как говорится, по пути можно зайти за заказом. Конечно, мы сейчас будем говорить про большой город, поэтому, еще раз повторюсь, у вас должна быть очень хорошая проходимость, то есть, должны быть какие-то сети магазинов в этом районе, и остановки транспорта близко, и, что немаловажно, недорогая аренда, потому что, вы сами видите, сколько у нас, еще раз повторюсь, для Беларуси платит компания за, именно за офис, и, сами понимаете, если у вас товарооборот начало будет маленький, вы должны быть готовы, что будете работать в реальный минус, от полугода до года можно работать в минус, то есть, еле-еле будет хватать на аренду, а очень часто может даже не хватать на аренду. Дальше, когда вы уже открылись, конечно, вам нужно уведомить ваш микрорайон, что здесь открылся пункт выдачи продукции по Берли. Это раздача листовок на улице, это можно оставлять листовки в различных магазинах, павильонах, то есть, в вашем микрорайоне, вам нужно развить ваш микрорайон. Ну и, конечно, листовочки забрасывать в почтовые ящики, это можно заниматься не лично самой, можно попросить детей, можно просить, я, например, ну, еще раз повторюсь, так как город маленький, очень многих знаешь, поэтому, кого я знала, что живет в многоквартирном дому, я давала пару листовок и просила, чтобы они побросали в ящики. Конечно, у вас есть вот районная или там городская какая-то газета, конечно, нужно дать газету, что открылся офис, нужно вот как-то красиво сформулировать само объявление, то есть, какую-то акцию предложить, чтобы люди к вам пришли. Ну, раньше я давала часто такие объявления, больше всего по этим объявлениям приходили пенсионеры, но, несмотря на это, очень многие, ну, конечно, немного, но, допустим, последнее у меня объявление было, когда я переезжала на новое место, хотя, в принципе, адрес тот же, просто напротив. Так вот, вот, наверное, до 10 человек у нас было зарегистрировано в тот день, вообще людей было, как ни странно, много, было у нас чаепитие, угощение, была беспроигрышная лотерейка, и вот, наверное, человека три с тех пор остались, которые постоянно, каждый каталог делают заказы, и заказы бывают очень даже хорошие. Дальше должны быть акции на самом офисе, об этом мы тоже поговорим, то есть, для привлечения вам нужно какие-то акции, допустим, каждому, кто оформит, или, я уже сколько раз сталкивалась, по баллам лучше не делать, потому что проще смотреть акции по сумме, или или по определенному продукту, поэтому с тех пор я делаю или по определенной сумме, допустим, при заказе на 30 рублей какой-то подарочек, или же при заказе на 30 рублей вам присваивается лотерейный билетик, но тогда уже разыгрывается что-то такое существенное подороже. Ну и, конечно, у вас должны быть памятки, график работы, как оплатить и стартовую программу. Я просто наши листовочки скидываю своему знакомому, кто распечатывает, он мне распечатал, разрезал, я пришла, забрала. Ну и, как я уже говорила, быть готовым, что первое время будете работать в минус. Конечно, когда я открывала офис, это уже было давно, но я помню, что работала я тогда еще в школе. Сами понимаете, бедный учитель, денег не было, тем более мы получили квартиру, которая еще была не совсем обставлена, поэтому промостойку я купила где-то заранее. Во-первых, когда вы собираетесь открыть офис, уже заранее собирайте образцы, то есть, сами, какими пользуйтесь парфюмом, не выбрызгивайте до конца, чтобы оставалось буквально чуть-чуть, чтобы не пропадал аромат. Дальше, сейчас в чем хорошо, что у нас появилось много парфюмов миниатюрок, то есть, 15 мл, 30 мл можно взять по акции. Всех своих родственников, друзей тоже просить, чтобы не выбрасывали вот именно флакончики. Также у меня то витрина большая, сейчас я не рекомендую так делать, потому что в принципе зачем, плюс, как говорится, это все пылесборники, и плюс у нас часто, особенно, уходовая продукция меняется, поэтому можно, допустим, брать гели для душа, в каждой серии у нас есть гели для душа, поэтому можно поставить те же гели для душа, все равно и крем для рук, и там то суфле пахнет, то же самое, поэтому, в принципе, все полностью ставить не обязательно. Так вот, когда я начинала, я покупала стеллаж, который обклеивала клеящейся бумагой, потому что стеллаж был, сами понимаете, с советских времен, затем, благо, у нас было много плакатов, конечно, плакаты, флаг, затем стол забрала, который делал муж, обычный, кухонный у меня был, кресло компьютерное дома забрала, ну и стоял у меня мягкий уголок, вот вы видите, на второй фотографии диван и два кресла, затем, где-то, может, через полгода, сначала заказы у меня стояли или в коробках, или там, допустим, на диване раскладывала, затем, буквально случайно пришла ко мне там одна знакомая, то есть все, и она типа говорит, что в мебельном магазине распродажа. Машины у меня тогда не было, мебельный находился на краю другого города, я там прикупила стеллаж, вот это уже получается, у меня мой первый стеллаж, потом мне места, конечно, не хватало, на второе помещение мне такой же стеллаж сделал еще муж, так что у меня уже два стеллажа, затем у нас закрывался офис Арифлейм, мне они сами позвонили, предложили, может, тебе нужна мебель, так, я купила стулья, купила стол, который у меня сейчас есть, купила у них магнитную доску, стеллажа не, кто-то у них уже покупал, дальше вот эти вот две витрины были куплены на куфоре, одна, помню, кобрин, вторая, береза, так что, да, вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я собирала, и затем, как я уже сказала, в 2017 году мне мой арендодатель предложил новое место, мол, во-первых, там на самом деле было холодно, потому что это бывшие гаражи, которые оккультурили, все, зимой все топилось котлом, и сами понимаете, не очень удобно, а здесь уже их центральное помещение с газовым отоплением, и когда я уже переехала, я решила себе купить вот такое директорское кресло, у нас тогда открылся новый мебельный магазин, мне оно очень понравилось, и я прям не могла не написать, что это кресло я купила без рассрочки, да, это была, наверное, первая дорогостоящая покупка, которую я купила без рассрочки, до этого всегда все было в рассрочку. Также, когда я переехала на новый офис, до сих пор помню, это были октябрьские праздники, 8 ноября, первый рабочий день у меня был здесь на офисе, я начала покупать новинки, до этого я тоже периодически покупала новинки, конечно, все, что касается парфюма, вы сами видите мою витрину, и у меня все водички в больших флаконах стоят, первое время стояли, затем, сами понимаете, есть такие воды, которые, ну, не всем нравятся, поэтому, так как срок годности водичек тоже есть, очень часто они потом портятся, еще раз повторюсь, хорошо, что у нас появились 30 и 15 миллилитров, поэтому я затем начала ставить 30 миллилитров, также у меня, допустим, некоторые парфюмы, которые самые популярные, лежит плитка на офисе, очень часто бились, особенно водичка о Ферикс Сенсуэль, два раза мне случайно, конечно, бился флакончик, поэтому я купила 30 миллилитров, как ни странно, стоит, сейчас я покупаю все новинки заранее, так как я делаю 100 баллов уже очень много лет, все-все новинки покупаю заранее, ну, конечно, кроме там посуды, то есть то, что я знаю, что люди будут 100% заказывать и часто, я покупаю заранее, вы все знаете, что их дают за две недели, то есть в понедельник, вторая неделя новинки уже будут, а точнее с воскресенья на понедельник ночью, и у меня так получается, что если я закажу эту ночь, заказ придет в среду, поэтому уже в среду, вот допустим, сейчас я уже заказала, у меня есть для душа новый апельсин, есть интимная серия новиночка, есть новая вода мужская, Дон Леон, по-моему, дальше я заказала все печатные продукты, которые у нас новые, появились, это блокнотики различные, стикеры, магнитные для книг, папка, что я там еще, ну, в общем, всегда стараюсь вот это брать заранее, хотя еще раз повторюсь, до ранее я тоже брала, особенно парфюм, но как я брала, я ждала, когда наступит новый каталог, чтобы взять по VIP 70% стикл, сейчас я так не делаю, как говорится, нужно избавляться от мышления бедного, потому что получится, вот, допустим, у меня до начала нового каталога у меня 5 поставок, и, конечно, я каждому говорю, что можете посмотреть новинки, плюс для них у меня есть отдельное место, которое вот прям как только люди заходят, сразу видно там, где они расписываются о получении, и что касается парфюма, правда, у меня уже заканчиваются мои тестеры, нужно искать по Берлик, пока продажи нет, каждому заказ я бросаю именно блотер с нанесением нового аромата, и затем обязательно на этот аромат провожу акции от себя, то есть всегда какие-то распродажи или с ограниченным сроком годности, или просто распродажа, где есть акционный товар, всегда беру с запасом, и затем вот эти все продукты дарю, вот допустим, сейчас у меня акция на нашу новую мужскую водичку 32-53, по-моему, забыла название, вот забыла название, акция так и звучит, каждому, у кого в заказе будет парфюм, батончик, подарок, были батончики на распродаже, я взяла 60 штук, поэтому вот сейчас дарю, и вот вчера уже начали приходить заказы с новой водичкой, правда, ее периодически отсутствует, и вот уже, по-моему, 5 батончиков я подарила, и еще, когда я переехала на новый офис, я начала выполнять на тот момент 100 миллионов товарооборот, когда можно просить третий день доставки, поэтому я сразу же попросила третий день доставки, ну, а сейчас офис у меня выглядит так, стена с моим креслом сейчас, стена пополняется, потому что у меня пополняются различные дипломы, вот у меня тоже появился такой шкаф, где и стеллажи, и вот именно шкаф, где я могу снять свою верхнюю одежду, и вот здесь у меня представлены новинки, как я уже говорила, все водички есть, все пробники помад, вот уже свежие фото, можно сказать, за вчера, ну, и здесь содержится моя библиотека, только уже мало места, мужа попросила сделать стеллаж, сделаю еще себе пополнение в библиотеке, новые пробники, помад, как только появляется, тоже беру сразу, то есть не жду в гиб, а как только дают как новиночки, тоже сразу беру, вот появились новые чаи, сразу все заказала, и каждому человеку предлагала в заказ, и травяные, и вот эти наши не чай фэмили клап, человек сам выбирал, какой хочет чай-подарок, и пробовали, и знаете, особенно травяные зашли очень хорошо, заказывают часто, ну, это тоже свежая фотография от вчера, мои новиночки, почти все гели из серии Beauty Cafe, кроме бананчика, затем вот водички новинки Марсель, а вот вспомнил Деспирада, Элесар, и вот пришел Дон Леон вчера, дальше вот носки из кроличьей шерсти тоже лежат, то есть люди могут открыть, пощупать их, посмотреть, кондиционеры можно понюхать, посмотреть, все, вот мыло для кухни, спрей для дома, ваза, вот вчера одна женщина пришла, ой, она такая большая, надо себе заказать, то есть вот так вот и привлекаются покупатели, ну и конечно всегда идет вложение в бизнес, поэтому как только у нас появились продажи, весы, я оставляла заявку еще на форуме в Москве и я сразу их приобрела, потому что ко всему нужно относиться серьезно, где бы ты ни работал, даже если ты работаешь сам на себя, а точнее если ты работаешь сам на себя, нужно быть самым серьезным человеком, потому что ты сам себе начальник, все зависит от тебя. Для меня офис это конечно встреча с командой, потому что еще раз повторюсь, у меня огромная структура в моем городе и это все благодаря не только мне, а благодаря тому, что у меня уже много лидеров в городе и конечно они тоже регистрируют всех своих знакомых и близких. мы делали листовки раздавали планируем различные акции для структуры, фотосессии, дни рождения, новогодние огоньки, что я могу сказать с уверенностью на 100%, мы уже больше, чем партнеры, мы друзья, подруги, потому что мы часто встречаемся и также так как я знаю, что это допустим моя структура, каждому даю листовочку, то есть если человек забирает заказ, подсказываю, что он может участвовать в стартовой, у меня распечатаны все листовки, также подсказываю, если где-то какие-то ошибки сделаны в заказе, мастер-классы очень хорошо, которые проходили, это по уходу за лицом, можно делать на одну руку, можно делать сразу на лицо, также очень классно заходят мастер-классы с нашей серией по уходу за руками гранд-при, бизнес встречи, все видео снимаются у меня на офисе, потому что квартира однокомнатная вместо нет, дегустация продукции, мы раздавали и коктейли, и супы, и, как я уже говорила, и чай, также была дегустация продукции, когда не было масочного режима, конечно, консультации на различные темы, идут и бизнес, и продукты, и какие-то заказы, ну и, конечно, общение с консультантами всех структур, так как это не агент и офис это не наш личный офис, а мы сотрудничаем с компанией Faberlic напрямую, которая нацелена на то, чтобы у нас было чем больше покупателей и чем больше они делали заказы, а лицо компании это мы, поэтому, чтобы люди делали хорошие заказы, мы должны быть всегда приветливыми, всегда общительными, где-то что-то подсказать, показать и вот может где-то с августа, ну где-то с лета, я на постоянной основе начала выставлять тестеры на стол, где люди расписываются о получении, которые сейчас на акции, конечно, они у меня и так были, но, знаете, кто-то спросит, а можно понюхать парфюмчик, а кто-то постесняется, а сейчас вот начинается новый каталог, я прихожу в первый день каталога, сразу открываю каталог, просматриваю, какие парфюмы на акции, поставила на стол, и, ну, не бывает таких, только если они уже знают парфюм, а так в основном люди сразу можно понюхать, конечно, можно, потому что они расписываются, и плюс сразу выберут парфюм, и, конечно, будет больше заказа на парфюма, ну, и, понимаете, это наш товарооборот, несмотря на то, что это не моя структура, но все равно товарооборот на офис идет, и плюс сколько расталкивалось, что если наставник недобросовестно выполняет свои обязанности, то есть у него нет связи со своими новичками, очень часто такие люди потом становятся консультантами моей структуры, особенно тогда, когда у нас был, кто помнит, кэшбэк, и было введено правило, что через полгода удаляли, сами понимаете, кто-то, там различные проблемы, также сколько раз сталкиваюсь, когда девочка уходила в декрет, тоже на чуть-чуть пропадала, в итоге бац, похватилась, а ее уже в базе нет, и так как у них хорошее отношение со мной, кто звонил, кто писал на вайбер, что что-то я не могу зайти к себе в личный кабинет, я говорю, ну, наверное, вас удалили, проверяю, да, ее удалили, ой, а как мне по-новому в итоге, вот такая произошла регистрация, и если, допустим, до этого человек не шагал по стартовой программе, здесь, так как они уже очень хорошо знают продукт, они шагают по стартовой программе, и очень часто делают аппетит и более баллов, ну, и, конечно, это личностное развитие и воспитание себя в общении с людьми. поставьте, пожалуйста, единички или здесь есть держатели офисов, что-то я разговорилась, а не спросила сразу заранее, просто эти лайфхаки, как говорится, для них будут полезны, но не знаю, почему, у меня есть такая привычка, ну, конечно, не каждый день, но так периодически я просматриваю, кто сделал заказ, если появилась новая фамилия, конечно, я его сразу добавляю в наш чат по офису и проверяю заказы, то есть, очень часто люди, благо сейчас сайт у нас изменился и этих ошибок почти нет, когда люди не там брали товар, то есть, допустим, он должен быть, к примеру, по каталогу 4.29, а у человека в заказе 11.59, была буквально недавно такая ситуация, то есть, когда делаешь через приложение, автоматически не расформировывается товар, а нужно брать промо-акции, а человек на автомате утвердил заказ, и я знаю одно, что потом вот такое недовольство буду выслушивать я, я всегда такому человеку пишу, что, мол, вы не там заказали, допустим, помаду, вот последний раз, что было, вам нужно сделать так и так. если разница небольшая, я даже не пишу, то есть, если там 15, 20, 30 копеек, но если, еще раз повторюсь, вот с помадой была, должна была по 4 рубля быть, а вышла по 11, по-моему, конечно, разница существенная. Человек был благодарен, что я переделала, но сейчас, когда вот у нас поменялся сайт, если человек делал заказ через сайт, его заказ можем изменить и мы сами. Поэтому я, ну, еще раз повторюсь, со всеми консультантами у меня прекрасные отношения, поэтому если есть какая-то ошибка, я быстро зашла, переделала, мне несложно, это даже минута какая-то уходит, поэтому я сама переделываю заказ. Акции на ПВ, на сумму или на определенный товар. Значит, если на сумму, допустим, это получается будет разыгрываться какой-то большой предмет, вот, допустим, последнее, что у меня разыгрывалось, там, форма для запекания, были у меня когда-то, которых уже в продаже нет, или, допустим, вазы, или, к примеру, две чайных пары вот разыгрывались, тогда я ввожу, мне не тяжело, чем поменьше сумму, то есть, допустим, от 30 рублей, да, конечно, потом нужно записывать этих всех людей, что я словила на мысли, потому что каждому, у кого 30 рублей, присваивается лотерейный билетик, акции всегда делаю кратную, то есть, если, допустим, на 100 рублей, значит, три лотерейных билетика и так далее, и тому как подобное, но хорошо, что я это все продумала заранее и сама для себя записывала, кому какие номерки давала, потому что люди это не контролируют в итоге, когда сталкиваешься, когда подводишь итоги, а кто победитель, без понятия, потому что кто-то сохранил эти лотерейные билетики, кто-то благополучно потерял, кто-то вообще выбросил, и в итоге, чтобы такого не было, я это все записываю, ну и, конечно, потом, как всегда, снимаю видео, генератором случайных чисел определяется победитель, и если на определенный товар, это так, как сейчас, вот, при заказе, допустим, новиночки, подарок, вот, допустим, батончик, когда я брала, ну, пару лет назад, допустим, у нас были на распродаже скрабы для рук из серии Гран-при, и тогда, по-моему, даже не пару лет назад, а в прошлом году, дезерабль, вот, когда у нас появился парфюм дезерабль, тоже все было заказано заранее, и была акция на скрабы, я вам даже просто не передам, сколько их заказывали, во-первых, вы сами знаете, что очень классный аромат, к каждому были блотеры, брошены в заказик, очень много было заказов, и те люди, которые, ну, вот, именно, любят продавать, они и от себя проводили такую акцию, что, мол, если ты заказываешь вот эту водичку, скрабля рук в подарок, то есть они сами не себе оставляли, а вот именно отдавали так своему покупателю, поэтому очень хорошо заходят такие акции. Также всегда у меня есть подарки от меня для всех, раньше, когда я только начинала, у меня были подарки, почему я всегда говорю, что подарки я дарить люблю, была только для моей структуры, там, заказа 15 баллов, там, какой-то подарок от 30, такой-то от 50, такой-то 100, затем было и 200. Конечно, по отчету я это все могла проконтролировать, но так как, во-первых, сейчас структура намного больше, во-вторых, очень часто сталкивалась с таким, что все же мы любим халяву, и очень часто люди просто так и говорили, ой, а можно как-то к вам перейти, а у вас там такие-то акции для своих, а то, а все, вы все сами знаете, что перерегистрация у нас запрещена, ну и затем, как говорится, на ошибках учиться, я решила делать для всех, поэтому вот подарки от меня на 8 марта часто бывают, допустим, к примеру, 8 марта в субботу, то есть те, кто сегодня приходит за заказами, ну на этой неделе, какие-то получают подарки, вот допустим, к Новому году, тоже перед Новым годом все, кто забирал заказы, получали от меня, благо я опять набралась батончиков, дарила в пакетике батончик и календарик карманный, также всегда у меня есть на офисе текущий и новый каталог, пакеты подарочные, упаковочные и пробники, пробники, конечно, не все есть, но это всегда есть, вот допустим, в этом каталоге, первом, те, кто делали заказы в конце, первые каталоги уже разобрали, мне не важно, мой консультант, не мой консультант, все равно товароборот идет, поэтому если человек забирает заказ, а у него в заказе каталога нет, я сразу спрашиваю, вам каталог нужен? Ну да, некоторые делают без каталога через приложение, некоторые, да, нужен, некоторые сразу спрашивают, а можно каталога у меня нет? Дальше, не все знают, что у нас есть пакеты, очень много людей делают заказы, как говорится, автоматически, добавили беленький пакет, хорошо, не добавили, тоже хорошо, не знаю, что есть такие прочные, полиэтиленные вот эти пакеты, поэтому у меня всегда есть пакеты, мало ли человек вот берет, заказ большой, коробка идти, невозможно, все всегда есть, дальше вот перед Новым годом тоже не все знали, что у нас такие классные, крутые, и что самое интересное, по старым ценам не увеличивается, вот когда появились пакеты, допустим, те же календари, не увеличиваются цены, и все, все, все есть, затем тоже вижу, допустим, что пробники заказывает человек, а я вип-консультант с огромным стажем, ну, есть пробники по рубль 19, по рубль 49, я предлагаю сразу, мне как бы не жалко, тем более мне их дают 500 штук, то если вам нужны какие-то пробники, они все равно никаких баллов не дают, вы можете писать мне, я закажу, мне не тяжело, на меня намного дешевле, потому что, еще раз повторюсь, это наши люди, это наш товароборот, поэтому я всегда вот такие нюансики от себя предлагаю людям. Так, про новиночки я уже сказала, работать с деревней, да, регистрируйте людей с деревень, они тоже делают хорошие заказы, ну, и я высылаю заказы, только если раньше оценивала, высылала неоплаченность, уже три раза я столкнулась с тем, что люди не забирают во время заказы, потом, сами понимаете, через месяц почта заказ возвращает, тебе нужно оплатить доставку туда и обратно, поэтому сейчас я высылаю только оплаченные заказы, не оцениваю, и они оплачивают доставку при получении. Ну, и, конечно, на офисе у меня всегда есть конфетки, у меня есть такое сувенирное ведерко, оно всегда полное, то есть не надо, чтобы там они уже заканчивались, или ждать, когда заканчивается, чуть-чуть подбираются конфетки, сразу наполняю, то есть чтобы всегда ведерко было полное. Те, которые всегда приходят с детьми, дети уже сразу идут с конфетом, хотя мамы очень часто смеются, что, мол, дома карамельки никто не ест, а здесь, говорю, а здесь волшебные конфетки, они лечебные, это витамины, поэтому их нужно есть. Не могу не зацепить такую тему, не затронуть, как ошибки держателей офиса. Если вы не любите общение, если вы некоммуникабельный человек, если вас иногда, я просто сталкиваюсь с такими людьми, если вас раздражают люди, сразу хочу сказать, что офис – это не ваша стезя, можно сказать, потому что если в интернете мы работаем, все-таки мы не видим друг друга, очень часто общаемся с шаблонами, хотя я всегда своим девчонкам говорю, если у вас плохое настроение, если у вас что-то болит, если вы поссорились с мужем, или, ну, всякое бывает, лучше в этот день и не рекоментировать, потому что люди даже через компьютер, через телефон это чувствуют. А про тесное живое общение я уже давно молчу. Я до сих пор помню, ну, так как я учитель, как нам, по-моему, преподаватель математики говорил, что ваше настроение, ваши проблемы, ваши незаурядицы, ваши различные личные переживания, вы должны оставлять перед дверью, когда входите в класс. Никого это не волнует. Вы всегда должны быть открытая, улыбчивая, без негатива, поэтому вот, так как я сама по себе человек позитив, поэтому это все переносится, и сами знаете, что люди к тебе тянутся. А если у вас в городе много офисов, сами понимаете, если человеку не понравится, как вы с ним поговорили, как вы его обслужили, он к вам больше не придет, он перейдет на другой офис. Дальше. Очень многие держатели считают, что, как я уже говорила, что офис – это его личное помещение, его личный пункт выдачи. Нет, это огромное заблуждение, еще раз повторюсь. Здесь вы работаете напрямую с дочерним предприятием. Дочернее предприятие помогает вам в этом. Для чего? Чтобы чем больше было людей в Фаберлик, чтобы чем больше люди делали заказы, а здесь все-все-все зависит от вас. Поэтому, если вы агрессивный, если вы негативный человек, сами понимаете, людям это не будет нравиться, и в итоге, в принципе, компания Фаберлик в этом не виновата, но люди не будут покупать, потому что им не понравилось, как их обслужили на офисе. Очень часто держатели по-разному относятся к своим и к чужим структурам. Вот человек приходит с чужой структуры и сразу начинается. Вот, идете в интернет, регистрируетесь непонятно где, а потом мне задаете вопросы. Я лично так никогда не говорила. Максимум, что я могу сказать, когда человек начинает что-то там по работе, то здесь я уже сразу говорю. Извините с этими вопросами к наставнику. Если ваш наставник не работает, там-то, там-то вы можете найти информацию о своем директоре. Они вас заинтересованы, так что, конечно, они вам всего научат. А вот что касается товара, продукции, там создать возврат, претензии, вот, кстати, сейчас может уже не так, а раньше, как у нас только появилась одежда, конечно, это добавляет нам работки, потому что нужно и работать с накладными, и это отдельное время, особенно если человек с компьютером на «вы», поэтому очень часто можно сталкиваться с таким, что вот на заказывают, а мне тут работа, да вы понимаете. И, кстати, пару раз сталкивались с тем, что держатели сами от себя придумывают какие-то правила, что, мол, накладные платные. Это неправильно. Компания нам платит за товарооборот. Если малый товарооборот, значит, ты неправильно работаешь, и все-все-все расходы идут от тебя. Как я всегда говорю, если есть выручка с офиса, прекращайте ее ложить себе в лично карман, а вкладывайте в бизнес, тогда вы заработаете еще больше. Вечный обед прям не могла эту тему не зацепить, не затронуть, потому что мне даже иногда консультанты говорили, что когда не придешь, они все время едят. Сами понимаете. Ну, не всегда удобно. Да, бывает где-то и у нас, как говорится, перекус, но это не всегда, и плюс это стараешься тогда, когда стабильно знаешь, что почти никто не придет, или же по-быстренькому перекусили и все спрятали, потому что это все-таки не культурно. Вязание, вышивание тоже не могла не запомнить, потому что некоторые, которые зарабатывают только оборотом от офиса, они не занимаются развитием структуры в интернете, ну, а чтобы не терять время даром, нравится им там вязать, вышивать, еще там что-нибудь, какие-то поделочки, и в итоге сидит, занимается этим. Сами понимаете, это все-таки неправильно. Дальше, если держатель офиса не пользуется продукцией, ну, то есть не пользуется всем, иногда люди могут задать такие вопросы, которых ты даже не ожидал. И люди чувствуют, когда ты не в курсе, когда ты не пользуешься вот именно этой продукцией, и не можешь ответить. Ну, например, я полностью пользуюсь продукцией компании, перешла на тысячу процентов, по магазинам не хожу, и ношу наше, там, белье, колготы, одежду, там, парфюм обязательно. У меня принцип, что на офис я пользуюсь только нашим парфюмом, хотя у меня много есть и других. Но, сами понимаете, можно так столкнуться, что человек сразу, ой, а какой у вас парфюм, а тут вуаля, а у тебя не Фаберлик. И сразу закралась такая мысль, ага, а сама она не пользуется парфюмом, а мне предлагает. Ну, и грубейшая ошибка держателей офисов не посещать обучение и вебинары от компании, не знать новостей компании. И когда консультант спрашивает, вот, к примеру, последние новости, а правда, что отменяют баллы? Вуаля, ну, накопительную программу, а держатель не в курсе. Это просто грубейшие ошибки. Оборот всегда растет. Здесь я показываю оборот за декабрь. У меня в январе он будет, конечно, намного меньше, почти наполовину. Ну, в принципе, этого я и ожидала, потому что праздники прошли, люди напокупались, и январь всегда такой. Но просто сами видите, что, к примеру, в 2019 году, вот к периоду прошлого года, в 2019 году оборот был даже еще больше. Так что все-таки вот различные ситуации, которые происходят сейчас, видите, уменьшается чуть-чуть, и плюс, ну, например, на нашем городе, я могу сказать, у нас за последние два года пооткрывалось очень много различных сетей, магазинов. это и мило, и остров чистоты, и там три цены, и еще что-то, что у нас пооткрывались. А люди, сами знаете, что только те, кто на самом деле любит продукцию компании, кто понимает смысл нашей продукции, тот ее берет. А те люди, которые покупают что-то подешевле, они, конечно, пойдут туда. Но, еще раз повторюсь, наши люди будут с нами, поэтому от нас это не зависит, только искать новых людей. Ну, и не могла не выставить доход за последние три месяца. Это идет, как говорится, грязный доход, потому что отсюда еще платится налог, здесь еще вычитается аренда, но, еще раз повторюсь, чем больше товарооборот, тем больше выходит. и, как я всегда смеюсь, учительская зарплата выходит у меня с офиса. Ну, и начнем подводить итоги. Да, сначала будет сложно, поэтому, если открывать таким, ой, попробую, а вдруг пойдет, так лучше не нужно, потому что, знаете, это все-таки не так просто открыл-закрыл, прилагаются огромные усилия, плюс все документации, затем, если вы будете закрываться, надо везде тоже позакрываться, и в соцзащитах, и в налоговых, и везде-везде, и нужно знать, понимать, что люди бывают разные, к ним нужен подход, люди не хотят видеть унылое, озлобленное лицо, они пришли после тяжелого рабочего дня просто забрать заказ, а когда их встречает улыбчивый, позитивный человек, предлагает посмотреть новиночку, угощает конфеткой, еще что-нибудь, конечно, человека поднимается настроение. Ну, и нужно знать, что сначала, как я уже говорила, будет работа в минус, то есть офис у вас будет не приносить никакого оборота, было время, когда я платила аренду со своей учительской зарплаты, когда понимала, что не вытяну, просила арендодателя подождать с оплатой, платила или позже, или в следующем месяце, сразу за два месяца, но все мы люди, ну, у меня частник, то есть у меня не государственное помещение, с государством такое не пройдет, там, если написано, что платить до 15-го, допустим, значит, платить до 15-го, иначе потом они подают в суд. У меня было три офиса, так что я знаю, что за такое. В старом офисе было холодно, было неуютно, постоянно у меня работал обогреватель, приобрела кучу болячек, но все, что не делается, то делается к лучшему, поэтому сейчас, как я уже сказала, офис дает стабильный рост, здесь обслуживается вся моя структура, все мои лидеры, но еще раз повторюсь, на это у меня ушло более 8 лет, и не могу не сказать, что вот все мои лидеры сейчас уже добавились, некоторые уходят, некоторые появляются новые, но еще раз повторюсь, все лидеры из моего города появились именно на земле, именно благодаря офису, вы все знаете, что у нас Галя Потапчук закрыла звание директор, это мой теплый круг, я ее знаю с 2009 года, мы вместе были в кооперативе, я была председателем, она была бухгалтером, допустим, Оля Синькевич, тоже знаю с 2007 года, мы вместе работали в школе, Света Побот из моей деревни, я тоже ее знаю давно, Люда Побот, это уже получается лидер Светы Побот, Дальше у нас так как мы растем, развиваемся, появляются лидеры у Гали Потапчук, Марина Гетманова появилась тоже с нашей местности, с моего офиса, Наташа Панасюк тоже знаю давно, живет в моем микрорайоне, вместе живет в дому с Олей Синькевич, там, где был когда-то у меня офис, появилась у нас Елена Пунько из Антополя, ну и развивается наша структура, появляются новые лидеры не в нашем городе, и я очень рада, что они приезжают из других городов и даже областей, поэтому нужно работать различными методами, которые есть и теплый круг, и офисы, и изучать автоматизацию, и робот, и рассылка, и так далее, и тому подобное. Ну и в этом году я была приятно удивлена, впервые у нас проводили оценку офисов, и я была на самом деле очень удивлена, что мой офис занял третье место в области, провинциальный город, где всего лишь 16 тысяч населения, третье место по товарообороту после Бреста и города Барановича. Так что, девчонки, как всегда, когда ты любишь тем, чем ты занимаешься, всегда будет результат, потому что люди это чувствуют, и люди к тебе тянутся. На этом меня все, если есть вопросы, пишите, но что-то вижу вопросиков нет, если кто-то на самом деле хочет открыть офис, пишите в личку, где-то что-то помогу, подскажу, конечно. У нас в проекте есть отдельная группа, где находятся те, у кого офисы, где мы общаемся, где мы подсказываем друг другу, поэтому проект-партнер поможет всегда и везде. Все. Всем пока тем успехов нужно везде и всегда работать. Спасибо, что пришли. субтитры и субтитры и субтитры Продолжение следует...